Очень четко высшие судебные инстанции высказались о тех моментах, когда используется позиция о злоупотреблении правом. И, дорогие друзья, я вам тоже рекомендую эти позиции использовать в любых ваших правоотношениях, потому что они универсальны. В частности, при несоблюдении принципа разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений суд может отказать недобросовестному лицу в защите права. Поэтому, дорогие друзья, обращайте внимание, всегда действовало ли лицо разумно, это первый момент, то есть разумно при подготовке, при переговорах, при заключении сделки, во время осуществления или реализации сделки, после сделки и так далее. И действовало ли оно добросовестно. И при отсутствии этих элементов уже можно говорить о наличии злоупотребления правом.